На этом турнире было несколько игр со связкой Morph Shaker. Большая их часть была выиграна, конечно же, той командой, которая эту связку обузила. Но была игра, в которой команда TNC, как уже коллеги ранее отмечали, смогли переиграть своих соперников в лице команды Gambit и Sports. Причем без особых на то проблем. И вот я хотел задать вам вопрос, как это было. Смотри, они взяли правую руку и вот так вот за морду и провели. Да-да-да, взяли мышку в правую руку. На пакостили здесь, потом говорят, ну ладно. Тебе переоформляются, берут Shaker Morph'а, второй рукой в обратную сторону. Окей. И подчесали немножко их. Метафорично, а теперь давай по сути. Ну по сути что? По факту. Берешь кучу станов, кучу дизейвов, воюешь, делаешь все по таймингам, ставишь хорошие варды, видишь все выходы противника, ловишь их и так далее. То есть делаешь стандартную доту. Просто в условиях игры, в которой одна ошибка равна поражению. Дмитрий, этот атлет подойдет к любой истории. Да. Это вообще к любой, запоминай. Запоминай, записывай. Это я Дмитрий. Ну да, нет, я понимаю, вы, Дмитрий, очень любите декодить подобные вещи, что там все тебе всегда отвечают одно и то же, а вот я... Ну вот Митяй, он умеет. Умеет. То же самое. Говорит, как все вот эти уважаемые товарищи в интервью. Очень ценный навык. Дмитрий, вы помните ту игру? Нет, я ту игру не смотрел. Вот как. Я понял. Есть по... Могу подкинуть поводу. Могу задекодить. Давай. Он не смотрел эту игру. О, ничего себе ты, хорош. Там просто... Вот единственный диссонанс, который я помню из той игры, я работал на ней в аналитике, там Шейкер себе второй тотем взял только на 12 уровне. Какие вообще могут быть поводы не брать тотем на Шейкере, когда у тебя в команде есть Морф? Вообще, если я правильно помню и допускаю, то фиссура при раскачке стан подольше, если я правильно помню. Подольше, да. Подольше, да. И в таком случае, типа, он отвергает, что Морф давал долгий стан, он давал долгий стан, типа, там ты убиваешь, разрываешь. Ну, очевидно же, что связка не для этого пика. Связка не для этого, но Морфу норм. Вот как. Ну, типа, да, мне приятно ударить на 1000, а не там не на 600, но ему в целом хватает секунд стана по команде. Ну, окей. Там, скорее, проблема была в выборе Шейкером, слотов, формата, когда даггер, когда гоняем и все прочее. Ну, вот мы видим, что Alliance Морфа забанили, значит, гнев Light of Heaven на них не снизойдет. И как иронично, что именно снисходить должен гнев от Light of Heaven с таким-то никнеймом прям. Нормально, слушай. Да, да, да. Они сфолюционировали, они наконец-то поняли, что это такое. И, возможно, у них была опаска, что какого-то Морфа могут взять и пораньше. Потому что, на самом деле, он не только с Шейкером работает, он со многими героями неплохо работает, но Шейкером это, наверное, вообще тир-один связка, даже, наверное, год связка. Это вот, типа, самое-самое сильное над всеми. Но и в других героях он тоже прощаться умеет. Соответственно, здесь лайк, джиггернаут, Магнус, супер лейт. Терпим, качаемся. Хорошо. Попытка затерпеть номер два. Но это сильный лейт, который и в мидгейме тоже работает. Если Магнусу будет возможность прыгнуть, да, например, в прошлой игре Магнус купил Ладмирс и Пайп. И прыгнул ноль раз. И он как бы намекает, ребят, я как бы вас бафну, а как мы драку начнем? И кто ее начнет? Там, типа, Леон, который пытается дать кому-то хекс, он ловит фиссуру с дикого ренджа и умирает. Соответственно, драку, в принципе, начать было нечем. И Магнусу желательно иметь хоть кого-то, кто ему поможет пойти вперед. Хотя бы одного героя. Вообще, я допускаю, что они приготовились, сидели, когда готовились к Virtus.pro, они придумали, что там появится какой-нибудь там ПЛ для героя Скуча Самманов или Накс Сирена. Поэтому они заретили Магнуса, хотели выйти в какого-то героя, который все это будет делать. Там оказался Шейкер Моров. Сейчас попытка номер два, как раз таки, Марфа за баннер, и мы посмотрим, сработает ли им Эмпауэр с Миричником, который будет убивать все и вся, против того, что придумали Virtus.pro на вторую карту. А Virtus.pro пока остаются верны себе. Такой же абсолютно у них драфт был на первой карте, так, по-моему, герои местами там поменялись. Ну, как раз, в ФП был все равно Магнус, у него дабл пик, поэтому они просто на дабл пик взяли тех же героев. И поскольку мы начали драфт с того, что нам это уже показали, возможно, они даже это сделали просто тык-тык, то есть сразу двоих. Вполне вероятно. Вот Акса подбанили Virtus.pro. Это тот герой, Дмитрий, который мог сойти за мужчину в команду к Магнусу? Нет, Магнус тройка. Я понял. А вы говорили, что нужен какой-то, если я правильно понимаю, инициатор для него. Какая-то помощь, какой-то герой, который может дать стан. Допустим, из хороших вариантов это, например, Dragon Knight в миде, это Risking в легкой. А, то есть можно даже кора. Или какая-то четверка, которая просто может с ранжа кинуть стан. Или пятерка, например, Джакира, которая кидает эспас, уже набегает джаггернаут и начинается экшн. Просто у тебя может быть, например, стап героев, что-нибудь формата Void, Магнус, Шейкер и так далее, Тайтхантер. И у тебя все герои хотят заходить вторыми. Вот такая будет ситуация, что ты вот хочешь ворваться, когда ты уже знаешь, где противник, когда кто-то зашел, и лицо, а на какой-нибудь Блисталбек всех подчеркнул. Нужен доброволец. На языке паба, короче, тебе нужно пойти вперед и умереть. Никто не любит отыгрывать эту роль, поэтому обычно в командах 5 дамагеров или 5 крутых Ау-Ешеров с крутыми кулдаунами а-ля Магнус, Шейдхантер, но редко люди любят играть на героях, которые должны пойти первыми и начать замес. Да, я как раз таки соло и слабился всегда тем, что он был тем героем, который шел за команду куда-то спустить, и кого-нибудь смог разревелить, и его герои это были как раз таки Абадон, Зомби, Вейк, Огрмак. И в прошлой даже игре все драки, что ты видел, начиная теперь там вот у Шрайн, забегает Абадон в толпу и говорит, слева враг, справа враг, для Марфа, для Шейкера, чтобы они могли уже по-таргетам убивать нужных героев. Роль Абадона в прошлой игре была предельно понятна, он всю игру торговал лицом, и к разговору об их соперниках, команде Alliance, Ника Бэйби, по-моему, 80% своих руптур отдал именно в этого Абадона. И в конечном итоге это абсолютно ни к чему не приводило. То есть и Абадон, с одной стороны, со своей задачей отлично справился, и с другой стороны Николай. Дмитрий, скажите, каким он был в первой карте? Ну вот два слова, которые вы повторяете из раза в раз в аналитике. Ну что он боялся, что он... Ну он... Не, мы не будем. Да, спасибо, Митя, господи, какой лост не догадывайся. Ты забыл, что ли? Ну просто лост как раз-таки обычно этой фразой не пользуется. Так нет, в смысле... Я пользуюсь ими редко, когда наступает момент. Ну ладно. Когда глотая фраза заходит хорошо. Сейчас, возможно, вот уважаемый эпилептик намекает, что лизионистам будет трудно в этом драфте, потому что уже Джаггернаут с какой-то там мантой и импауэром начинает все это дело разваливать. Вот, и Легионочка. Второй по популярности герой на этом турнире, кстати говоря. Это закрывашка для Джаггера. То есть уже нельзя так спокойно идти с вертушкой вперед. Уже после вертушки Джаггернаут спокойно получает дуэль и еще там пару дизейблов ему уже будет проблематично. Но есть проблема с тем, что этот герой жадный. Легионка жадный герой. Да, Легионка жадный герой. Хочешь, как раз-таки у них все проблемы были, когда Резоль играл на жадные герои. Да, потому что Легионке нужны слоты. Она, когда покупает блинк, она еще не убийца. Ей желательно иметь какого-то дополнительного союзника для хорошего бурста. Здесь пока этого союзника нет, потому что Рубен и Абадон-то такое себе для дуэли. И драфт с левым не нравится больше. Ой, это линия Лич Джаггера, мы видели это. Да, да, да. Это, ну... Они искали что-нибудь для физзащиты, и Шеду Демон в бане, его решили не брать, поэтому... Да, дазл не суперметовый, потому что дазл он как бы такой себе, немножко прохладный. И Лич, он как бы и магический урон внесет, и контроль имеет, и параллельно имеет щит против врыва Легион Командора. Ярославу бы нам сюда сейчас в аналитику, мне было бы интересно послушать его мнение по поводу того, что Virtus.pro взяли худшего героя в доте. Ну, это чисто улын на первые 25 минут. Если за первые 25 минут команда не ловит гипертемп, и она там не отрывается на 10-15 тысяч голды, Урса, она реально такая себе. Ну, у тебя нет у героя потенциала убивать что-то, кроме Рошана, быстро. Что-то в дуэли. То есть у него проблема, вот один форстаф уже появляется на команду, уже проблема. Потом появляется какой-нибудь госкептору саппорта, еще одна проблема. Я про то, что здание не ломает, фармит долго, и хорошими на убийстве героев. Урса хороша, когда 24 на 7 происходит замес. В этом случае, возможно, как бы и будет шанс, но пока пиколайенс предрасполагает к тому, что подвышка у них хорошая драка. То есть там уже РП, чайник леча, джиггернаут, вертушки и еще плюс два героя. Мне вот... Ну да, да, куча милишников прям тяжело будет играть в ВП с тем, что они сейчас сделали. То есть теперь главное как-то не проиграть линии, потому что Урса, Магнуса душат прям, причем так душат солидно. То, что условно, там тролль в центр, например, вполне может игру выиграть. Опять же, даже тот Джоу Дейс снова появится, будет не так и плохо против Легионки, против Русевича. Даже, я не знаю, мне кажется, можно даже попробовать сверать через Медузу, что уж там, просто в глубокий лейт. Просто ману выжигать, чисто змей. Да, 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 стоишь, просто дефаешь ее, добрать хоть хорошую дизейбл сложную, а Магнус пересесть на четвертую позицию. Либо, кстати, оставить Магнус в третьей позиции и взять что-то концептуальное, типа Элдер Титана. Что здесь как раз-таки даст ей замес, его раздует и стон. Я вот недавно играл, буквально вчера играл Грум, я когда вижу от противника УЛН, у меня первый, особенно УЛН-то, три миличника, у меня первая мысль – это Виномайсер. Хорошо. Я просто взял Виномайсер, то есть ты просто берешь Виномайсер, даже на некоторых турнирах это было, ставишь миллион змеек, и Урсу уже испытывает проблемы с тем, чтобы прыгнуть под вышку, потому что идешь, там куча змей, и эти змейки разбивать нечем. Святак, ну, замечу, что Винник против миличников всегда считался хорошим героем, тем более против Урсевича, но одно но – здесь два героя снимают все, что можно. Ну, замечательно. Ну, я к тому, что конкретно вот сама концепция героя, она очень хороша, потому что если ты снимаешь там какой-то, условно говоря, гейл, то, значит, ты что-то другое не снимешь. И Алиэнс жадничает. Алиэнс берут Брюмастера, это, получается, два миличника на легкой линии, теперь суммарно их три, против Урсы. То есть Урсы приходят на легкую линию и кайфуют. Но потом в драках, мне кажется, Брю должен очень сильно Урсе жизнь портить. Ну, возможно. Опять же, ты снимаешь пивко и все прочее, то есть, скорее, пак был бы получен таким героем. Ну, да, то есть, стрелок вот понеприятнее для Урсы, поэтому мне приходят первые мысли, когда видишь Урсу, Кора, там, какой-нибудь Динамансер, пак, и все, что может просто... Здесь даже, несмотря на Рубика, можно его просто Нигму бахнуть и вообще не париться. Просто в Рубика достаться. Просто полики, да, еще прыгаешь Рубикой. Ну, опять же, ты герой был на слотах и всем прочее. В общем, они не смотрели на четвертый пик, но оставили в итоге на локтерах. Потому что Урлайн замес суперстильный, да. То есть, Виртузам реально нужно сноуболить, постоянно выигрывают дуэли. Единственный, наверное, герой, который их спасает сейчас, это, наверное, какой-то снайпер, который просто будет сзади наваливать, потому что... Ну, это очень тяжело. Прям очень-очень трудно. Какую-то темпларку не возьмешь из-за того, что ДП моментально работает сифоном. Интовики смотрятся не очень из-за того, что имеется саленс, там некоторые дизейблы. Да и герой довольно-таки прочные. Мне кажется, выигрывают герои, там, не знаю, а-ля Арквардон, снайпер вот такого уровня, такой губ, гиперлайт. Бруда какая-нибудь, знаешь, там, for fun, просто побегать на темпе. Ну, в общем, у Вана трудная сейчас задача, ему нужен герой, который реально убьет всех. И жаль-то, чтобы он еще сломал вышки. Ну, да как-то, да. Ну, ему тяжко. Ну, ему тяжко, да. Ну, это проблема. Арквардон хорошо, на самом деле. То есть из всего, что мы пока перечисляли, это самый такой... Ну, да, он хотя бы ставит сзади, и в РП не попадает. Ну, а по темпу ты сильно просядешь? То есть тебе нужен герой, который будет что-то с вам давать? Они уже в говне, Дмитрий. То есть уже... Мы убираем... Это так. Понимаешь, мы убираем из двух зол меньшее, поэтому ничего не поделать. Вот так, они по плечи или по макушку? Заметь, они очень долго думали. Видимо, герои не нашли. Взяли Темпл Рассассин, который является не самым лучшим героем против ДП почти на любой стадии. То есть рефракшн сбивается что сифоном, что духами, поэтому здесь надежда на сноубол, где ВП с БКБ-чикой минут на 25-е зайдут на хайграунд. Даже так? Я все равно попробую еще раз на Virtus.pro. Обосну чем-нибудь, Митя, а то я так понял, что драфт не особее. Ну, типа, они просто играют лучше в этом. Они хорошо играют. Стандартная, как говорится, проблема с Virtus.pro, что драфты бывают так себе, что-то делают так себе, там кто-то недоисполняет что-нибудь, но суммарно они играют получше. Каждая позиция играет лучше, чем позиция у Альянса. Понял. И из-за этого у тебя, по идее, вполне вероятно, что Темпларк засноуболит, Урса получит свое, Легионка будет с уроном. Альянс нафидит, и за 20 минут Virtus.pro кончит. Ну, окей, а если в вакууме, то драфт Алика все-таки... Определенно драфт получше, потому что просто, если не поставишься по драке, и играешь от ультимаи до своих, типа, когда есть РП, когда есть ДП, с ультимаи, и всем прочим, в драке очень легко будет переиграть. Нет, я скажу проще, я не знаю, как сейчас будут играть Альянс, будут они играть суперслабо, или будут, наконец, делать хоть что-то в игре, поэтому, что там, ставки делать не имеет смысла. Ну, понятно. В общем, друзья, напоминаю вам, что в описании нашей трансляции, и благодаря нашим партнерам по рематч есть баннер, кликнув на который, вы можете узнать все подробности о том, что у вас на этом турнире есть бонус к первому депозиту. Кликайте на баннер, читайте, что там есть в описании, и смотрите вместе с нами вторую карту. Мы передаем слово нашим комментаторам, и будем надеяться, что карта получится интересной. Мы тоже на это надеемся, и продолжая мысль Дмитрия Light of Heaven, конечно, хочется, чтобы ребята из Альянс выбрались, в общем-то, из той ситуации, в которой они оказались, и надо все-таки показывать игру хоть какую-то, слиточной. Альянс не вышли на нее, такое чувство. Вот первые 10 минут они что-то поделали, а потом просто пропали, и Virtus.pro довели до логического завершения. Первую карту, ну на второй пик, мне тоже определенно симпатичен у Альянс. Он более боевой, он не так сильно зависит от ранней игры, ну и все-таки кор какой-то более надежный в лице Джиггернаута, если сравнивать его с Сикером. Death Profit тоже может активную доту навязывать, со своим ультимейтом сносить вышки, и в этом плане ВП, я бы не сказал, что есть чем обороняться. Если посмотреть, у них, ну да, там есть Odds, есть Fatebolt, но на этом как-то все. Но там ведь не крипами какими-то пушат, а способностями в первую очередь. Посмотрим? Ну да, да. Ну честно, да, вот в вакууме действительно Альянс, вот смотришь на их драфт, понимаешь, что в балансе все, да, и контроля хватает, и пуш-потенциал отличный, и опять-таки выход в лейд замечательный, Магнус с Эмпауэром. Все круто, но мы и положительные стороны отмечали и в первой карте, друзья. Тут, конечно, во многом сейчас вопрос только один. Альянс готова ли просто играть в доту? Вот и все. Если готовы, то все, Альянс может получиться. Ну, ВП интересный драфт, и условно Урса, это абсолютно нечасто появляющийся персонаж. Кстати, сейчас Соло очень опасно пробежал, и по-моему, по-моему, сейчас была инфа о том, что он Варде поставил. Да, кажется, Деспрофи должна была спалить, уже были клики, и Сентрик здесь был установлен. Соло. И Соло переходит куда-то дальше. Да, на верхнюю линию перетягивается, попробует законтролить баунти-руну. Здесь уже хорошо стоит Ханскин, и Лайнс забирают три баунти-руны. Такие вот перебежки. Соло ничего не дали. Не знаю, смогут ли они убить. Пока ничего не вкачивает. Есть Мист Койл, бодиблок от 33-го. Просто бьют. Ну, наверное, нет смысла продолжать. Даже если убьют, очень много времени потеряют. А хочется все-таки на линии крипов побить. Там у Соло нет абсолютно регена, поэтому он сейчас наверняка даст пару Койлов и задынается, чтобы вернуться на базу в самое ближайшее время. В центре Деспрофит, наверное, не может прям совсем переиграть там по Рассасину. Но у Вана здесь должна быть комфортная линия. Вообще, ну, Ван, вот последний матч, что мы видели, что мы комментировали на этом турнире. Ну, не знаю, чуть ли не на пике своей формы, но видно, что парень очень сильно заряжен на этот сезон, потому что, ну, даже очень сложный матчап он просто выигрывает, да, вот что там на инвокерах он переигрывает Тинников и прочих персонажей. Вот на Темпларке очень стабильно доту показывает Но Ван сейчас и Лимпу, одному из тоже сильнейших мидеров, в общем-то, на мировой дота-сцене приходится не просто против Но Вана. Так что сомневаться, наверное, в Темпларке мы здесь не будем. Пока начинают они более-менее равно. 4 на 1, 3 на 2. Посмотрим, что будет дальше. Опять-таки, положенные по геймплею персонажи, потому что, если Темпларка пойдет фармить лес и набирать в тайминге свои дизоляторы и блинки, то Дес Профит будет стоять на линии, включать экзорцизм, пытаться пушить. Ну, или то же самое делать на крайних линиях. Так, снизу, ну, вот та самая очень такая простая в понимании комбинация героев это Лич плюс Джаггернаут. Кидаем Фрошилд, раскручиваемся через Блэйд Фьюри, делаем какое-то убийство на героях, у которых нет эскейпа. Рубик и Лиджин Командер сейчас делаем стаки какие-то, да? Почему нет? Он уже покинул линию и делает их в нижнем лесу, там потом Джаггернаут придет, зафармит. В целом, хорошее решение. Ну, просто не знаю, Урсу оставляют одного фармить там на топе. Мне кажется, он в любом случае нафармит, и такая добла не способна ему сильно помешать. Возможно. Сейв. Далеко, конечно, зашел, глубоко. Фрошилд, есть Фрошбласт. Надо убивать его. Там с сапогом Ханскин. И фраг зарабатывает. Но на самом деле, это здорово для Магнуса, потому что он может также попробовать ранние арканы купить. Да, вот такая штука получается. Вроде бы Ханскин ушел с линии, и 33-й остался один. Во-первых, 33-й чуть фраг не сделал. То есть более-менее неплохо себя чувствовать, хоть и крипов у него немного. И сейв тоже ушел с оффлейна, но Ханскин убил сейва. Вот так вот. То есть одна четверка убил, другую четверку, и, соответственно, Ханскин, получается, ушел не зря. Вот, а раскрутка по Резолю, Резоль ТП. Сбитней, чем нет, Нистер Гейз, там второй уровень всего лишь у Лича, и, соответственно, на Легионке сбить ТП было нечем. Но, опять же, ТП потратил Резолюшн, поэтому пешком придется возвращаться на линию, что, естественно, неприятно, много времени займет. И получается так, что Alliance на старте игры начинает выигрывать нижнюю линию. Джиггернаут на фрифарме, фраг сделали, второго героя прогнали, а при этом Бримастер проседает не особо сильно. Если по крипам есть отставание, то по экспетам у него должно быть все в порядке. Так, там интересными вещами им занимается сейв сейчас. Посмотрите, пытается двойную пачку сделать снизу и попробовать сломать линию, потому что Легионке тяжело фармиться. Сейчас выводит куда-то крипов на нейтралов, может быть, может быть, просто их застыкуют. Пока непонятно, но опасными вещами занимается, потому что там уже перехватывает Ханскин. Да, вот сейв ведет за собой пачку. Ханскин в позиции вот так вот. Он просто работает по сейву, как дела сейв. Три подачи от тавра, плюс сам Ханскин на сапоге. Мы тоже подмечали, шок-вейв крипы тоже бьют в спину. Но интересный, конечно, маневр. Сейв здесь должен погибать. Линию, возможно, он все-таки сломает, конечно, но Ханскину слишком много фрагов отдают. Слишком много. Когда Магнус четверка получает так много денег, это всегда здорово. То есть это наверняка будет аркантапки, плюс блинг. Здесь не придется ему конкретно собирать какие-то командные артефакты. Этим заниматься должен Бримастер. Да, друзья, обновленный коэффициент. Давайте посмотрим. Наш партнер Париматч предлагает 1.57 на вторую карту на Лайнс, 2.31 на Виртус Про. То есть фаворитами все еще числятся Алики. Ну, ты знаешь, по старту этой второй карты видно, что немножко просыпаются Лайнс. Пока действия хорошие, мудрые в целом. Каждый на своей позиции фармит. Лимпу тут жмет на Уана. По крипстату у них, опять-таки, все пока одинаково. Разница. Буквально в два там добитых своих, чужих крипов. Это минорно абсолютно. Стоят пока бодро. И опять-таки, вот и то, что Ханскин получает два убийства подряд на своем роумящем Магнусе, фактически, который делает стаки в лесу. Это круто. Мне кажется, котировки такие еще из-за не самого стабильного пика Виртус Про. Сейчас сейв погибает снова и снова Ханскин. Кстати, фраг забирают. Вот они Арканы. Сразу же ману восстановил. Так вот, непонятно, чего ждать от Урсы. Очень маленький пикрейт у персонажа. Там, по-моему, 10 раз его не брали за последние месяца полтора. И винрейт, соответственно, очень низкий. И непонятно, что от него ждать. И надеюсь, что Виртус Про сумеют нам показать, для чего этот герой был взят. Пока крипстаты хорошие, но по фрагам, мы видим, летят. По две баунти забрали. Тут все стабильно. Да, вот Урса, опять же, интересен его айтем билд, да, вот в первую очередь. Из тех моментов, когда Урса был популярен в том сезоне, все-таки отходили от выбора быстрого блинка. Больше как-то барабаны башер собирали, да. Такие какие-то артефакты. Кто-то все равно блинк предпочитал приобрести, чтобы добираться до соперника. Вот какого плана игрок Эпилептик на этом персонаже должен быть. Интересно посмотреть, конечно. Пока пробивает 33-й, очень опасно. 33-й отбегает. Айтем билд, это очень важная штука, конкретно в данной ситуации, потому что если ты купишь блинк, но его не реализуешь, ты можешь выпасть из игры. У тебя нет в команде Магнуса, который бы там тебя забафит, ты быстро будешь фармить. Проблема ведь Урсы в том, что он на самом деле очень медленно фармит. Ну все-таки, да. Каждого крипа по отдельности приходится бить. Быстро пачку ты не зачистишь. Герой очень темповый. Там где-то и Рошана хочется забрать. Если Alliance все вот эти попытки, все вот эти выходы Урсы будут глушить, то Урсы будет очевидно не сладкая игра. Когда этот герой был популярен, также было модно на него Мидас покупать, я помню. Гамбит очень часто использовали в том сезоне. Вот Дахак, да, наверное, специалист прям самый главный по Урсе был, будто на студиум, конечно, многое рассказал. Ну там, да, действительно, там были и Мидас, там было время Мидас в барабанной башеру выходить. Вот такие вот билды тоже были. Посмотрим. То есть там Линк покупался чуть ли не четвертым артефактом. Еще и БКБ нужно было брать обязательно. Интересно, с пещением 33-го как-то в районе центра он оказался. Чем он тут будет заниматься, пока стоит. И просто бед крипчиков. Но он в шоке от того, что два кор-героя против него. Возможно, вышку как-то хотят. Мне кажется, нет. Несмотря на то, что есть Катапульта, несмотря на то, что есть Ультимейт у Лимпа, все равно сложно будет здесь запушить. Здесь три героя ВП и уходит. Логично отсюда Брюмастер. Ну то, что там бесхозным остался Урса, он стоит и крипов армит. Ну ему и не помешает Брюмастер в соло. Там уже нет никаких шансов. Там проиграна линия в чистую. Здесь Резолюшн уходит. Здорово от Мансил, кстати говоря. Вот эти замедления жуткие. Там, кстати, Фата, посмотри, очень битый. Если получится его поднять, нет. Нет, сейв не успевал. И пока Виртус Проб без фрагов обходится. Ну, важно то, что они сейчас не позволяют пушить, да? Потому что Катапульты подъехали и в центре не получилось, снизу тоже. Везде Виртус Проб обороняют свои вышки. Экзорцизм пока некуда применить, да? Гонит здесь Эпилептик 33-го. Глубоко главное не заходить, потому что, возможно, сейв ТП. Надо это понимать. У Брюмастера под Ультимейт пока нет. Он уязвим. Левел 5-й. Урса левел 6. С пейзами уже. Да, Эпилептика, смотрите, набегает. 33-й может заманить сейчас в кусты куда-то Эпилептика. Если будет сейв ТП, Эпилептику придется плохо. Там в спину заходит еще один герой, но это всего лишь Абадон. Не знаю, насколько он помощник для убийства. Может быть, не всего лишь, а целый Абадон? А нет, видимо, всего лишь Абадон. Действительно, подцепить не получается. Я думаю, с Рубиком было бы поинтереснее, да? Там какой-то телекинезис попытаться убить. То есть все обошлось. Брюмастер грамотно отыграл, там размансил через свою вышку и в живых остается. Увидел я там перчатку. Скорее всего, это все-таки будет Мидас на Урсе. Придется нам посмотреть немного на фармящего Эпилептика. Контроль рун здесь. Ноуан находит регенерацию. На развороте подрывает трэп. Сейв здесь. Есть телекинезис. Абадон подтягивается тоже. Лимб раскидывается перед сифоны. Бодиблок от сейва хороший. Еще одни трэпы, которые подрываются. Лимб напытается регенеть. Здесь Фэрифайя. Слишком много урона залетает. И Ноуан вместе с сейвом делают это убийство. Хороший фраг. Четко перехватили. И даже в теории помочь никто не мог. Потому что бежать из телепорта пришлось бы долго. Бримастер не шестого уровня был. Так что шансов не было у Лимба. Первый фраг для АВП есть. У Урсе. Если он в темп не попадает, Мидас необходим. Потому что как-то на равных идти с Джиггернаутом, у которого есть в кармане Магнус. Невозможно, наверное. Карманный Магнус это силы, конечно. Не поспоришь. Эмпауэр пока, правда, первый. Но это еще и Джиггернаут с линии просто не уходил. Потом, вот если ему подстакает, чем сейчас занимается 33-й, хотя Соло, конечно, мог это увидеть. Там еще и Варт очень хороший, глубокий стоит у Виртус Про. Вот на этих стаках бы то ли поймать, то ли самим забрать. Самим забирать сложных героев. Ну вот только разве что темплатка может прийти, эти стаки забрать. А было бы классно вообще прийти, что соперника убить и стаки зафармить. Вот. Но это прям совсем было бы идеально. Ну где-то там драться против умнислэша, против экзорцизма, против брюмастера, ульта лича в лесу не очень хочется. Можно подставиться и наполучать. Очень серьезно команде ВП, поэтому они даже если и догадываются, то, наверное, в ближайшее время не пойдут. Если минус какой-то сделают, то почему бы и не попробовать? Да, через ган как-то попробовать. Там вот под десятую минуту, например, сейчас за контролем баунти. Но, судя по всему, больше нижней части карты довольствуется Виртус Про, собираются там, две баунти должны будут контролить. Сверху должны быть лайнс. Ну и все, пошла перетяжка на вышки. Крайние будут забирать. Одни с экзорцизмом, другие просто на руках. Ну, медленно будет фармить эту вышку Виртус Про. Очень медленно. Кто там есть? Там Абадона и Урса. Все. При желании можно лайнс даже задефить ее. Экзорцизм работает, лимб может улететь. Пока улетает 33-й. Он хороший, сможет сделать сетап по драку сейчас. Еще одно ТП. Праймал сприт. Это Джаггернаута, кстати. И хочется поймать, конечно, эпилептика. Бежит за ним. 33-й нет. Переключает внимание на соло. Но вот как раз и лимб ТП сделал, и 33-й. И соло отсюда не уйдет. Четвертый левел, без шансов. Получается, вышку сломали, вышку защитили и фраг сделали. То есть сразу три положительных момента для Айлайнс. Это мудрое решение. Они видели, что очень-очень-очень медленно бьет этот тавер Виртус Про. И действительно запас такой вот хороший для того, чтобы телепортироваться и защититься. Джаггернаут уже пошел. Здесь немного стаков. Верхнюю часть леса сейчас перетянется. И будет деньги зарабатывать. Сыграют ли ВП сейчас на верхних стаках? Ну не зря же они варды те самые ставили. Обновленный коэффициент 1.85 на Айлайнс 1.9. Виртус Про от нашего партнера пари матч. Вот они стаки, ВП все видят. Вижен имеется. Увеличился коэффициент на Айлайнс. Несколько минут назад был ниже. Здесь попытка сделать очередной стак. И получается. Да, получается. Есть медас. Ворсы. Вряд ли будут приходить. У Виртус Про теперь задача, которые не выполнили с первого захода. Это снести тир-1 вышку снизу. Поэтому они там сейчас будут в два героя пытаться продавливать. Резолюшн вместе с Толо. Но на стаки, видимо, никто не придет. Можно посмотреть за тем, как Джиггернаут сейчас будет зарабатывать себе очень много денег. А делают ли ВП в ответ какие-то стаки? Давайте посмотрим, если есть такая статистика. Вообще, сколько их сделали. Тяжело осилить Никобэби всех крипов. Ну да, непросто. Барабан у него имеется. Да, сразу выход Дефисжел Блейдс будет. И вот нам показывают. Рубик подстакал немножко. Чуть побольше их совсем у Айлайнс. Совсем немного. Ну, опять же вопрос, какие стаки делаются. Одно делал ты на маленьком, двойной стак сделал. Другое дело, что у тебя на Эншентах три стака. По объему денег это абсолютно разные величины. Наконец вышку буду добирать. Здесь уже никто не защищается. Виртус Профт, три героя. Глиф есть, очень неприятный центр тем временем. А, но это Резолюшн просто пришел, чтобы в центре вышку защитить. Там есть... А, экзорцизма все еще нет. Но 5 секунд кулдауна. Соответственно, Дефис Профит могла бы поражать. Могли бы запушить. Но, встретив Резолюшна, придется отойти. Будет Юл появляться у Дефис Профит. Здесь, пожалуй, правильное решение. Периодически берут Аганим, например, первым слотом. Но здесь нужно как-то уходить из-под фокуса Урса и Темплар Ассасин. И как раз Юл в этом плане лучше всего поможет. Да и против Легионки хорошо. Если Легионка прыгает, БКБ не отдаёт дуэль. Ты просто поднимаешь Юл, там как-то спасаешь своего тиммейта. Поэтому тоже здорово будет работать. Поэтому, да, Юл здесь прям мастхэп. Юл, не знаю, раньше практиковали на Дефис Профит еще побыстрее Аганим выформить. Как-то, я помню, даже было время, когда прям первым артефактом Форс... Ну, как только он появился, как раз-таки. Но потом от этого начали постепенно отказываться, потому что Аганим вроде есть, но фокуса так же быстро. Не всегда получалось ДП выживать. Соответственно, иногда Юл все-таки нужен. Причем ранний. Да, Юл понадежнее выглядит, как ни крути. Юл, там, если в эти ситуации потребуется, можно какие-то АН-диски приобретать, если будет прям супер жирный фокус от команды Виртус Про. Но пока ВП играет, знаешь, так, вторым номером. Что-то мне напоминает геймплей команды Лайенс. Да, в карте под номером 1 фрагов не делаем. Просто фармим Урса с Мидасом. Резолюшн Блейдмейл себе хочет вынести. И, соответственно, Тэмпларк пока тоже где-то на стаках там в лесу работает. Ну, где-то Дизолятор, кстати говоря, уже должен быть. Вот такой ульт странный. Сразу инрейдж. Все сбрасывает себя эпилептика. Просто уходит. ТПшки не было, но перехватить было очень сложно Урсу. Ну, в сравнении Джаггернаута Тэмпларк. Давайте посмотрим. Вот на нейтралах и на эншентах. Ну, слушай, Тэмпларк даже больше набрала. Потому что раньше начал в лес смещаться. Прямо с центра. Прямо с линии. Вот есть Дизоль уже у Тэмплара Сасин. Средние тайминги. 14-ая минута. Бывает пораньше. Приобретает Фата. Пытается скрыться. Произод атака заканчивается. Но будет дуэль. Там под овер-пауэром все равно быстро заберут. Да, и есть первый выигранный дуэль для резолюшина. Первый дополнительный урон. ВП неплохо отвечают. То есть они сами не лезут. Но при этом стараются ловить как-то команду соперника. При этом не теряют вышки. Очень неактивные лайн с ними разбираются. Мы видим лимб в центре. Но он ультимейт не прожал. И ВП потеряли-то по сути только одну, что достаточно хорошо к такой минуте, играя против Диспрофер. Дефуз готова, Джиггернаут. Он мощный достаточно. Нетворс у него повыше, чем у Урса с Мидасом. Больше, чем у Тэмпларки. Вот через Никабэби можно сейчас поиграть. Отправлять его где-то вперед. То есть запокусить его очень быстро здесь явно не получится. Он достаточно статовый. Для этой минуты 1300 здоровья. Плюс Блэйдфьюри на эскейп есть. Под импавером он еще и мне слэш может разрядить. Поэтому вот как-то отправлять его на передовую. Команда позади немного. И попробовать через Джиггернаута сыграть. Возможно, в какую-то агрессию. Это поможет и вышки ломать тоже быстрее. Я думаю, что ВП сейчас очень сильно Джиггернаута боятся. Он реально мощный. К этой минуте вышел. Да мне кажется, и Лайнс побаиваются. Темплара Сасси, Нурсу. Которым не так много вещей нужно, чтобы урон сильный наносить. А уже база какая-то у них есть. Не успевают немного на две баунтируны Лайнс. Сниз забирают только одну. Ну а сверху там должен законтролить Соло. Да, идет за баунти. Как-то пошел, не дошел. Оставляет, может быть. Или осторожничает. Мало ли. Может, кто-нибудь поймает. Но в любом случае ВП заберут эту руну. Джиггернаут продолжает первую строчку держать. Но затем сразу два героя ВП и тест-профит из-за того, что вышки не сносит, не участвует в киллах. Сильно проседает. Она не способна фармить так же быстро, как Урса с Мидасом и Темпларка тем более. Интересно, какое количество реверсполярити мы увидим в этой игре. Вообще за серию, да? Вообще за серию, да. Просто хочется посчитать. Ну слушай, вот. А это четверка Магнус, между прочим. Это не тройка. Здесь на тебе просто как на тройке есть обязанность купить что-то на команду. Да, вот как сейчас 33-й покупает Владмир. Это понятно, к этому вообще никаких вопросов. Но на четверке ты от этих обязанностей, ну, все-таки отталкиваешься, да? Потому что, ну, вот есть Мирана, которая может Мекку купить. Но все же, если там у тебя такой герой, как Магнус, ты имеешь право купить достаточно быстрый блинг. Ханскин приобретает блинг прямо сейчас. Под него можно сыграть. Но ВП идут первыми в атаку под смоками. Сейчас ищут соперника в чужом лесу. Нет там разведки. Соло приходит, ставит центреоп. А, это когда выход на Рошан? Мы понимаем скорость забора Рошан от команды Virtus.pro. Флорастасин, Урса, мне кажется, быстрее никто на данном этапе не способен спасти. Ну и Лайн скажут, что успевают. Заходят с очень хорошей позицией, с хайграунд. Начинают прямо сразу с праймал сплита, продлеждают с Курьера. На Нована пошла атака. Так, ну и да, тут залетает у него дизейбл. Тут же спирит сифон, просто нет шансов спастись. Абаддона подняли, чтобы не было сейва. Отвозят подальше Абаддона от его команды. Выбивается Бароу Тайм, но есть Синистер Гейс. На фулл столбик его восстановили. И этот фулл столбик сразу же и снимут соло. И вышка тоже может упасть. И сами на Рошана могут пойти. А вот это очень хитрый мув. Потому что временное окно нужно Virtus.pro. Там буквально в 30 секунд, чтобы они убили Рошана. Поэтому выгоднее всего Лайн забрать Рошана самим. И до ОВП это просто не получится сделать. Но резолюшн мешает. Производит атак на себя очень опасный. Есть Блэйд Мэйл, но спирит сифон получает. Нет уже праймал сплита. Омни слэш. Омни слэш опасный очень. Накрывает сейва минус рубик. И размены никакого нет. Virtus.pro теряет троих возле Рошпита. Но Рошана не отдали. Это тоже плюс. Хоть какой-то. Экзорцизм закончился. Есть РП по-прежнему у ОВП. Нет Омни слэша. Нет праймал сплита. Способности, без которых ОВП на порядок слабее в драке. Этот контроль от Брюмастера необходим. И ВП, мне кажется, сейчас понимая это, снова попробуют либо драку навязать, либо за Рошана побороться. Но только быстрее надо, потому что все-таки праймал сплита крутит. Они просто заходят. Ханскин остается реверсполярить. Он с блинком, друзья. В частности, которую нужно. А кто дальше пойдет? Джаггернаут пешком? Да, да, под даймпавером. Дает урон. Просто заходит Примастер. Интересно. Дуэль получают. У него не было ультимейта. А вот здесь хороший ультимейт. Ух ты, что происходит. Бэдфьюри туда. Джаггернаут раскручивается. Много демэджа, но перед... Но они никого не убили. Ну и при этом никто и не погиб. Уилайдс, а драка продолжается. Синистер Гейтс по Резолюшену. Тут же его просто издалека с перецефонами. Крип с вормами. Сразу Резоль делает байбэк. Ох ты, как много хотят Виртус Про. Здесь попытаться компенсировать эту драку. Потому что уже проиграли слишком много. Уже слишком много фрагов было отдано. Байбэк от Резолюшена тоже сильно. И Рошан не добит. И он с минимальным запасом здоровья. Лайонс здесь. Скоро откроется Праймал Сплит. ВП проигрывает. Это очень важное сражение пока. Лайонс хотят, видимо, кого-то убить. И попадается Соло. Под Скивером. Хороший комбинат Ханскина. Да, ну байт Брюмастера был просто великолепный. Он шел специально, спровоцировал дуэль. Виртус Про находились очень кучно. И Ханскин просто прыгнул, дал РП. Ой, Резолюшен, ты куда? Резолюшен, ты куда? Ты зачем Резолюшен? Замедление, Шоквейв, проезатак на себя. Но под замедление все равно попадает. Есть Еул. Сбросится, проезатак. Там сейф рядом. Фейтбол, конечно, дал. Но спасет ли это оффлейнера? Команда ВП? Нет, конечно. Он погибает без байбека. 60 секунд. А вот теперь Лайонс пойдут и Рошана заберут. И там в той драке еще ульт Лича здорово залетел. Бейфер он нанес. Да, мы говорили о том, что нет ресурсов. А ну, реверс полярити плюс чейн фрост. У них 4 кулдауна таких больших. Да даже 5, по сути. И при этом они их очень правильно разделяют. В первой драке 2 потратили. Во второй драке 2 потратили. Как-то по очереди все делается. И все сразу не прожимает. Зачем, если получается обойтись парой ультимейтов? Лим гонит соло. Боро Тайм соло уже использовал. Там поддержки у Лимбы не оказалось. Его тиммейты добивали Рошана. Добили. Да, ну вот сейчас инициатива переходит точно в руки команды Лайнс. Спинтворцам этого не скажешь. Всего лишь тысяча превосходствов. Но то, что ВП, ну, раз за разом отправляясь в битву, сделали всего 2 убийства за 20 минут. Конечно, это очень мало. Надо пофармить, видимо, побольше. Только-только блинк появляются в темпларке. 14-я минута была покупка дизолятора. На 20-й только появляется блинк. То есть очень сильно в темпе. Но Ван сейчас проиграл очень сильно. Темпларка после дизолятора в течение 2-х минут должна приобретать себе блинк. 2-х. В идеале уже БКБ должно быть. Или около. БКБ 22-я. Вот в идеальной таймике 21-я, 22-я. 22-я здесь точно его не будет. Даже близко. Ну вот, посмотрите. Да, это вот те самые драки. Это тот самый темп, который, ну, Ван потерял. Надо набирать теперь, да. Теперь у других вариантов уже нет. Соперник с Аегисом. Соперник будет играть первым номером. Надо просто фармить свое БКБ. Без БКБ будет очень трудно. Один спирит сифон, какой-то юл. Темпларк уже просто стоит и ничего сделать не может. Ловит Соло здесь. Соло пока спейсит. Будем так это называть. Ну вот, нам показывают на этом турнире. Почти на 4 минуты дольше покупался Блинк. Соло подставляется. Это просто халявный фраг Джекернауту. А нет, заденаялся. Молодец. Да, круто получилось. Выигрывает время, да, тиммейты пока фармят. Там, правда, классный хват. Собираются, собираются убивать для начала Нована. Мега килл уже у Лимпа и Лимп. Несмотря на то, что по фарму сильно уступал, сейчас за счет вот этих киллов, за счет Рошана, за счет вышки в центре потихонечку восстанавливает свой Нетворс. И на самом деле, Лайнс могут сейчас и пойти. Перехватил, перехватил 33-й. Там, за счет своего Праймал Сплита, снизу героя крутится, вертится. Кто там будет, представляет. Это Рубик всего лишь. Не знаю, насколько важно, нужно было сейчас тратить Праймал Сплит. Тем более, не убили Рубика. Так, а темпларка как? Ну и по низу, может быть, как-то пойти снести вышку. Экзорцизм есть, Аегис есть. Так, ну, обновленный коэффициент 1.2. Да, ну, теперь уже ближе к правде, что называется. Париматч на Лайнс 4.2 на Виртус Про. Ну, 1.2 это слишком мало. Ну, то есть, здесь одна тысяча преимущества, и при этом снесли только пару вышек. Да, убили Рошана. Это из-за динамики. Драгов еще очень много. Визуально так смотришь, казалось бы, да, наверное, Лайнс сейчас впереди. Но не настолько, мне кажется. Одна драка может все решить. В ВП, по сути, толком-то и не дрались. У них сейчас не те герои. В масс-файте они все-таки послабее будут. Без БКБ явно, и пока не купят оба героя, то есть и Урса, и Темплор Ассасин, драться в Виртус Про нет никакого смысла. Есть Блокинг Бар у Урсы, будет Башер. Ну, типичный билд, без барабанов, но при этом основной набор этого героя в наличии. Там Скадь уже в БКБ. Там Скадь. Статовый Джиггернаут, ему компенсирует урон просто Магнус своим бафом, поэтому берет такой айтем, который статов очень много дает. Скадь, ну и вообще Джиггернаута, если он начал тебя бить с Дизолем, прошу прощения, с Диффузами и Скади, уйти очень тяжело. Да, причем вот ему как раз-таки не страшно будет то, что там Темпларк начнет его резать или Урса, он за счет статов будет жить. Так, атака теперь не прошла, подставляется. Десс Профит, можно ли как-то защитить? Фрост Шилд, нет, этого явно не хватает. Правда, Эпилептик прожал БКБ 10 секунд, пошел дальше Фату избивать. 33-й поставил такой бодиблок. Эпилептик отменяет ТП, интересно. Потому что Фата, действительно, это фраг ходячий и плохой тиммейт отличает. Не знаю, а стоил ли он одного вообще? Эпилептик сейчас просто погибнет, они сейчас просто умнуты, реверсполярите. Зачем нужно было разворачиваться на убийство суппорта и отменять ТП? Вот в чем вопрос. Мне кажется, он считал, что тиммейты поддержат. Мы видим, что остальные герои ВП разбежались. То есть, если так, то это... По итогу зря. То это просто мисс колл. Это кто-то неправильно заколил. Или это личная такая инициатива самого Эпилептика, что он останется и будет драться. Либо, собственно, команда не поддержала, действительно, и они там не разобрались, что должны были сделать. Но явно тут... Ну, это был плохой размен, очень плохой размен. Убийство ДП ок, но дальше Урсов Лича того явно не стоило. Ну, допустим, Лайн сразу переходит на пуш-тир-2. Ну, в этот раз заберут. При этом есть экзорцизм. Можно будет с ним снова что-то придумывать в команде Alliance. Там будет бабочка у Джиггернаута. Тяжело будет пробить, очень тяжело. Статы, миссы, очень много брони своей. Так что эти два кора у Virtus.pro, ну, конкретно с Джиггернаутом, если и будут справляться, то прям с натяжкой. Да, ну здесь, конечно, вот нужно какие-то... Какие-то перетяжки, как мне кажется, ловить соперника. Когда в пятером вот Alliance с ними драться будет реально трудно сейчас. А вот за внезапные блинки Resolution, да, когда он дает дуэль, тут же Templar поддерживает Иллиурса, лопает героя, сразу ТП нажали, ушли. Вот такими моментами можно, в принципе, Alliance останавливать. Но если Alliance собираются единым кулаком, там, конечно, совсем трудно. Очень трудно будет. Нравится мне, как играет Fata, конкретно в этой серии, да и в целом в турнире, потому что чувствуется, что парень пересел с центрального коридора, на котором он играл всю жизнь практически. Fata всегда был мидером для меня. Было время, когда и на оффлейн он пересаживался. Но вот в этом сезоне конкретно это суппорт. И причем суппорт такой с пониманием того, что нужно делать, как нужно поддерживать тиммейтов, как нужно вообще перемещаться на пятерке. И во всех моментах практически, что были, он всегда готов. ТПшки делает. Еще пару месяцев поиграет, на турнирах на разных поучаствует и совсем будет чувствовать себя в своей тарелке. А здесь подставляется Нуан. Уходит на блинке, неужели отпустят? Нуан, нужно бежать, нужно бежать. Останавливают. И Templar Assassin без БКБ может погибнуть. Да, судя по всему, так и произойдет. Разменяться не получится. И БКБ откладывается. А, БКБ, БКБ, БКБ. Вот из-за того, что не покупаешь тайминг, все, тампларка из этого начинает сильно страдать, конечно. Уничтожает ее. Опять-таки тут как тут лич. Синистер Гейс не отпускает соперника. Все четко получилось. Красавчик Лим, который подцепил на Юл. И дал время своей команде присоединиться. Пустой пока соло. Ну, у соло здесь и не может быть каких-то артефактов. Он на пятерке. Здесь команда не доминирует, поэтому этому, естественно, мало. Смотрим на Эпилептика. 17-й уровень. БКБ готова, блинк есть. Дальше Башер хочет себе приобрести. Тебе не кажется, что эта игра очень похожа на предыдущую? Мне показалось, что это какое-то проклятие стороны Дайер. Потому что за Дайер играли Лайнс. Такая же история была, как у Virtus.pro сейчас. Там был Сикер, от которого мы ждали активных действий. Здесь Урса, от которого мы тоже чего-то ждали. Но пока Урсы нет на карте. Тогда не было Сикера на карте и Virtus.pro. Ну, примерно в таком же положении, что и Лайнс на предыдущей. Прям совсем не получается самим ничего делать. А Лайнс делает все, что хотят. Хотят пушат, хотят дерутся, хотят Рошана забирают. Отжимают, я бы даже сказал. Ну, да, мне кажется, самая драка на Рошане, она как раз и немного выбила из колеи команду ВП. Потому что, ну, как-то сразу немножко посыпались, да, можно сказать. Ну, и до сих пор ВП в себя не пришли после нее. Не, ну, сейчас-то других вариантов просто нет. Они же не могут принимать драку, да, потому что очевидно будут слабее. Все, что остается, это так вот опасно сплитфармить. Где-то, конечно, Темпларку ловит. Но не без этого, не без этого. Лайнс цепкие ребята. Там Аганиму Дес Профит, там Аиги закончился, но при этом они действительно могут вот так просто пойти по Миду. Ну, уже заход, что бьет Ника Бэби или нет. Ну, не всех стянули на самом деле. То есть, если и заходить на ХГС с целью для того, чтобы, опять-таки, в Виртус Про нажали все ТПшки и защищали свою базу. Поэтому пока ТПшек всех нет, Ника Бэби остается, будет бить. Катапульту пытались сохранить, не получилось этого сделать. Но Ника Бэби есть, там, если что, через Блэдфюри можно работать по кулдауну, просто заходить и пушить. Но если бы не сгягивается, то Тир-3 сейчас будет подняться. Стоит Вард и Виртус Про действительно могут потерять эту вышку, они не начинают атаку и потеряли. И теперь нужно подготовить Alliance почву для Рошана, снести верхнюю святыню. Только-только БКБ появляется, но Ван, но хотя бы с этим БКБ уже можно принимать. Кстати, классная руна, может быть, Урса сейчас в спину куда-то пойдет, потому что ВП вышли с базы. Соло поймали, Соло сразу Бороу Тайм. Есть Башер, Башер и Дабл Дэмэдж. Но все готово, кажется, ВП могут принять драку, попробовать, в всяком случае, может быть, за святыню свою подраться. Есть нюанс, байбеков нет у Урса и Темплар Ассасин. И в случае смерти Alliance моментально сносит вам линию, потому что экзорцизм в наличии. Ну, сидеть вечно на базе тоже нельзя, потому что потеряли Тир-3, там потом святыни, потом бараки. Потом вы просто остаетесь без карты, где вам забирают, у вас забирают все баунти-руны. То есть игра медленно и верно будет проигрываться. Какой-то маневр нужен, какой-то интересный ход, какой-то смог, может быть, я даже не знаю. Растянуть соперника по карте. Попробовать напасть. Что-то. Просто что-то. Сейчас таймер мы увидим. Бабочка уже готова. Как же быстро фармит Джекернаут. Ника Бэйби, просто слот за слотом появляется. Ого. Повезло. Кому? Alliance. Почему? Рошан появился через 5 секунд. Если появился через минуту, я думаю, та же самая ситуация была в целом, ничего не изменится. То есть ВП, если будут драться, так они будут драться. Если не будут, то и не будут через минуту драться. В ВП далеко, и если Alliance прямо сейчас зайдут, они успеют его убить. Но для начала они хотят избавиться от Соло, у которого байбэк есть. Соло. Бролтайм. Нет, Бролтайм. Видимо, да, придется погибать. Вот теперь хорошо на Рошана зайти. Или на мид. Вообще в идеале снести мид и потом отступить на Рошана. Это прям то, что позволит сильно вырваться вперед. Не так впереди. Идеально снести мид и снести трон, например. Да, вообще была бы красота. Но это если ребята из Virtus.p проведут не самую удачную драку сейчас. Да, забирают просто миличный барак. На отходе еще поработать над святыней на самом деле нужно. Перед тем, как на Рошана зайти, очень важно верхнюю святыню сломать. Эпилетик проспушивает нижнюю линию, но это не тот герой, которого нужно опасаться на сплитпушу. Он быстро тебе Тир-3 не сломает. Да, вот переходит на святыню как раз. Сейчас ее будут уничтожать. Обратите внимание, при этом по экономике у команды Alliance преимущества нет. Хотя вот все 28 минут они фактически впереди. То есть ВП фармят так же. Так же хорошо, как ребята из Alliance. Но не убивают. Просто фармят. Есть SolarCrest уже у примастера. Вот, собираются вместе ребята из Virtus.pro. Просканировали территорию сейчас. Рейдентов на скане нет. То есть Рошана никто не бьет. Об этом ВП знают. Но все равно стягиваются именно туда. Alliance будут ждать. Alliance понимает, чем занимается соперник. Занимают выгодные для себя позиции. Эпилептик заходит. Главное не проморгать момент, потому что Virtus.pro очень быстро Рошана снесут. Прям буквально за считанные секунды. И так же быстро умрут, если Magnus туда заедет. Ну, Рейдитов нужно собрать. И они, походу, собрать не могут. Ну да ладно, ну как же так. Не прочекали, да. Они просто не поверили. И Aegis прям перед носом у них забирает. Просто перед носом забирается Aegis. И теперь и тут драться. Да, Урса прыгает. Просто в лича. Есть Сайленс, отлично. Там дуэль, кстати, крутое. Дуэль нужно выигрывать, постараться. Там им не слэш. Регернал слишком много урона. Резальшин погибает. Снова байбэк. Ноу-1. Ноу-1. Сыр использовал, уже тоже погибает. Рубик, ворованный Рейдис Полярити. Но нет урона, нет. Урса только пешком подходит. Прыгает. Сразу поднимают его в Юл соло. После оборотов тайм погибает. Тоже делает байбэк. Ноу-1 байбэк пока свой не тратит. Никого не потеряли и Лайнс. И даже несмотря на потерянного Рошана, Aegis и Сыр, ребята из Лайнс спокойно переигрывают соперника в этой драке. Есть респаун. Без потерь. Без потерь. И без потерями все-таки. Лимб поднимает себя в Юл. Они просто соглашаются с поражением. Я вспоминаю Virtus.pro прошлого состава. Когда что-то не получается, они быстрее лучше согласятся с поражением и приступят к следующей карте. Абсолютно идентичная карта. С тем лишь отличием, что там Virtus.pro хотя бы пару раз навязали драку и Лайнс. И Лайнс погибли. Здесь же Лайнс даже делать, по сути, ничего не пришлось. Они выиграли только одну, в которую сами в ВП ввязались. И вот она, сила пика, или наоборот, слабость пика Virtus.pro, с которым они просто не могли драться. Мне кажется, команду Virtus.pro сломала та самая первая драка на Рошане. Вот прямо реально команду это прям, не знаю, выбило из колеи. Они не смогли вернуться в эту карту. Они просто не знали, что делать. Потому что там был четкий план на игру. У нас там Тепларка забирает изолятор, потягивает Сурса. Мы сносим Рошана, забираем Аегис, начинаем доминировать. Этого вообще не получилось сделать. Лайнс там дали бой, поубивали всех. И ВП просто не нашли себя по карте. Пытались выформить артефакты, но уже оказались просто в разы слабее, чем соперник. Ну, вот кто бы мог подумать, что Лайнс так встрепенутся, друзья. Еще 1-1 будет, третья решающая карта. Интрига, интересно, что думаете вы, аналитики? Я воспользуюсь случаем и позволю себе потешить самолюбие Light of Heaven. Я скажу, он мог так подумать. Он с самого начала говорил, а вы сомневались. Вот вы, вы и вы. Все, кроме Дмитрия. На него крупным планом он вам, собственно, сейчас все расскажет. С самого начала все предрекал. Весь предикт стопроцентный. Вот сделал один этот человек. Мы тут не нужны, Дмитрий. Вам слово. Не, на Лайнс заиграли, наконец-то. То есть видно, что Лайнс наконец-то начали внятно драфтить. Было очевидно, что они сильнее не в 2 раза, не в 3 раза, не в 4 раза, а может быть так раз в 5 или в 6. То есть если там математически взять все сплы Лайнс, как бы привести это все на замес, и потом взять математические сплы и параметры виртусов, то, по-моему, единственный вин-кондишен виртусов, это был какой-то Рубик с РП Магнуса, и Legion Commander с 1000 урона убивает всех. Это, наверное, был единственный вин-кондишен ВП в лейтгейме. Это вообще единственное, что могло их спасти. То есть ты смотришь вот на этих милишников, ты понимаешь, что они хотят сделать. Там Магнус дает РП, ему даже не надо трудиться, чтобы попасть в РП, он просто дает РП, потому что все бегают в толпе. Чайник летает по четырем героям, и как бы сложно не задоджить чайник в драке. Потом сложно от ДП убегать, потому что она вешает сифончик на Legion Commander, сифончик на Tempor Assassin, сифончик на Урсу, и просто неубиваемый, и убить почти нереально. И в конце еще мы берем Джиггернафта, который просто с Эмпауэром бьет по всем, и здесь просто нереальный замес в Алайн, все, что могли сделать ВП, это попытаться засноболить за два Эггиса. Если они берут второй Эггис, если они дерутся, и если они не выигрывают замес, тут как бы можно выходить, это то, что они сделали. Даже вот я сидел в предман, вот там, где мы сидели на диванчике, смотрели игру, я говорю, сейчас они возьмут Эггис, проиграют замес и напишут БГ, так они сделали. Так я думаю, вы думаете, что такую тираду-то организовал? И они молодцы, они понимают, что как бы с пиком не удалось. Я по-прежнему считаю, что пик Темплара Сайси, он слишком рисковый, потому что они, в принципе, не оставили себе аутов на лейт вообще. Потому что против ДП Темпларка без БКБ не работает, против Джиггернаута Темпларка без БКБ не работает. А чтобы нафармить БКБ, нужно до БКБ еще купить Блинк и Дизоли, по итогу, когда она купила все эти артефакты, они начинают драться 5 на 5. Но к этому моменту в свое время фармил Джиггернаут с Эмпауэром, у него, естественно, слотов больше, и по итогу он ее разваливает соло. Тут просто без шансов, ну как бы аутдрафт вот дикий. Единственное, почему я не ставил на лайнс, потому что они в прошлой игре вообще ничего не показывали, просто бегало 5 типов, такое ощущение, знаешь, что 5 паберов, которые не понимали, что вообще делать в этой игре, или там, не знаю, как будто играли их сестры. А здесь они реально сыграли хорошо, надежно, уверенно, в отличную защитную доту. Митяй, аналитик, дефис машины, дефис убийца, Light of Heaven разогнался, ты сможешь стать ему противомосновить? Да, могу сказать, что объективная сестра Николая был здесь максимально хорош. Кто, прости? Сестра Николай. Окей, я понял. Ну, да, ты долгий. Это шутка, я не знаю. Ну да, да, да. Это первое. Второе, это то, что Димон в аналитике объективной без... Вне конкуренции. Лучший среди нас. Вот тут забавный момент, ты знаешь... Блин, он такой сладкий, подумал. Ваду Мурсевич и пошел. Ну, 271 голда стоила им вот эта вот смерть. Да. 300 вернули для Нико Бэби, для сестры. Да. Причем ровно. Ну, собственно, вот она и конечная драка. Здесь было РП от Рубика, да? Если я ничего не путаю. Ну, поздновато. Будет, будет, да. То есть он его своровал, но видишь, ты потерял за дуэль Легионку. У тебя Темпларк в БКБ кушает сыр, этого ей не хватает, чтобы что-то сделать. Погибает. И потом рвается Рубенка, который откладывается даггер, но уже поздновато. То есть он ворвался вот как раз в тот момент, когда Темпларк отправился в таверну. Да, но с хорошей вероятностью где-то, я не знаю, там, 400% этого бы все равно не хватило. Да. Да, то есть тут реально, чтобы убить кого-то, нужно реально иметь Легион Командор, там, тысячу урона. Это, по-моему, единственный вообще win condition для виртусов, потому что убить всех под щитами лича очень трудно. Вот мы видели недавно игру, где ТБ в 6 слотов с большим трудом убивал суппортов под щитом лича, и там это реально было забавно, что суппорта не может убить ТБ, а здесь как бы 6 слотов у виртусов еще нет, а щиты лича уже висят на всех героях. Статистика этой карты, она, ну, я ее лично нахожу несколько любопытной по двум причинам. Во-первых, команда Virtus.pro, проигрывая эту карту, отставала от своих соперников всего на какую-то одну тысячу нетворса. И вот сейчас на наших экранах командная статистика, не такая большая разница в нанесенном по героям уроне, но при этом было абсолютно очевидно, что именно Alliance будут эту карту забирать, причем без особых проблем. Ты в курсе, как работают хилы от джиггернаута? Ну, я понимаю, да. И что бывают игры, где ты, естественно, нанесешь 200 тысяч урона, а на деле не убил никого? Не, о том и речь, да, причины объективные, просто забавно, что цифры их не отражают абсолютно. Там еще цифрон ДП, то есть там еще от хил ДП, там везде. Ну, там и Владмир у них был, то есть лайффлич дополнительный. На самом деле вот 33-й, был момент, где он на 4-м уровне свалил просто в мид постоять, то есть там этот такой, включил более паберский вариант, где линия невозможная, парни, я свалил, что-то делать по карте, давать в центр нападу, экспу по личу. Мне, кстати, он нравится, потому что многие оффлейнеры в нашем регионе, когда вот они стоят против Урса, они просто стоят, ну, я оффлейнер должен стоять на линии. Ну, черт возьми, там Урса, и еще один герой бегает рядом, помогает, и стоять вообще нереально, поэтому намного профитнее. Пойти в лес сделать стак, там, не знаю, пойти в миди попротектить ДП, с кем-то вообще в смоке сделать вылазку, потому что если на линии вообще ничего нельзя сделать, а там, ну, совершенно безыдейный матчап для брюмастера, он просто пошел и начал что-то делать по карте. Это лучше, чем просто АФКшить на линии и не делать ничего. Это так, просто обычный случай, когда вот есть какой-нибудь Урсевич, герой не особо с эскепом, и всем прочим, перетягивается мидер, чтобы помочь оффлейнеру, и тогда у тебя давление просто по всем линиям. Но опять же, то есть не суть в этом, что он куда-то пошел, а в том, что он потом выформил. Взял Владмир, взял Солар. Но при этом его приход в центральную линию, но он мог в конечном итоге же боком обернуться, но он пришел, по сути, воровать фарму ДП и нескольких криптов. А он потом ушел, он понял, что он не нужен там. То есть он там был недолго, он там стоял, сука, секунд 30, потом свалил. Ну то есть он каким образом мог вообще пользу приносить в ситуации, когда против него на линии Урса? Ему надо было приходить гангать куда-то, брюмастер вроде не из таких. Берешь пурманщит, аронталон и идешь в лес. Да, это по моей страте, кстати, иногда работает, и вариант. Два это, ты просто пытаешься выпуливать крипов. Если выпуливать крипов мешают, то в этот момент еще на шестом левеле можно сделать ганг через смок. Вот три варианта. В конечном итоге драфт команды Virtus.pro оказался настолько значительно слабее именно из-за Магнуса или были какие-то другие причины? Скорее из-за Урсы. То есть вот когда они взяли Урсу, это уже как-то они обрекли себя на лулин, потому что Урсы это... Ну это реально, 25 минут все, 25 минут у тебя ничего не получилось, против этих героев можно выходить. Это то, что они сделали. И если бы они взяли ни Урсу, ни Темплара Сайсу, то, возможно, шансы бы у них и были. Ну вот я пытаюсь придумать кого-то в центр хорошего, типа вместо Темпларки, и получается тяжеловато что-то хорошее. Но у нас с тобой начались мнения, что это всякие там Аркварден и Снайперы, но я не видел ни разу Нувана на Арквардене, вообще ни разу я его видел. А я видел Нувана на Снайпере, и это был такой себе опыт. Я видел много раз Нувана на Снайпере, несколько раз даже в финалах больших ивентов. Не суть-то важна. Играть играет, и скорее всего на Арквардене... В том, что заменить Темпларку на Арквардене, это было бы усиление, но не особо большое. Митрий, вы меня не услышали, замену нужно делать Сурсы. Как только взяли Урсу, это вот точка невозврата. Я про то, что как раз-таки просто надо все рассмотреть, все варианты. С Темпларки ты импакт маленький получишь, а за Урсевича замену получишь большой импакт. Например, Хаус Найт. Оп, все сразу взял, и поехал у тебя тимфайт, и также ответный кулдаун на их кулдауны и все прочее. И Джиггернаут он разъедает на 20-м на ура. А Урса сама по себе получается такой плохой герой, от которого вообще в драфтах стоит отказываться? Ее до сегодняшнего момента, кстати, не брали ни разу на турнире. Милишник без аватара — это не Джиггернаут и не Найкс. Она не может прыгать, там, допустим, как какой-то антимаг. То есть у нее в лейте большие проблемы с тем, что люди просто от нее убегают. Нет стана, нет критов, нет воротов. Ну да. То есть она просто все, что может делать — это бить одну цель. Но если она бит одну цель, эта цель просто получает форстаф, и если она свищается с одной целью на другую, у нее резко потеря урона. Потому что нужно заново настакивать свою пассивку. И поэтому создать условия, при которых Урса будет весь замес бить одного героя, если там команда, миллионы долларов, форстафы, госты и все остальное — это очень сложно, это супертрудная задача. Глубокий лейт, аганим, радианс, 25-й левел, ауешный клэп, вот это вот там все. То есть гипотетически, наверное, что-то можно из Дурсевича сварить, но ты не хочешь его видеть на позиции один никогда, например. Да, тогда уже какую-то там позицию три, или, как некоторые команды, на позицию четыре можешь делать его. Чтобы выгонять вражеского флайнера, выгонять с линии, давать своему кэрри полный протект и так далее. Ну и то, опять же, ты можешь идти у Солонова Баддона, там в зоме, который будет делать то же самое, но потом будет полезнее по тифайту. Ну что, друзья, впереди третья карта. Первая же Best of 3 у нас будет самое, что ни на есть, полноценное. В ее преддверии заходите на сайт dota2.ru.gg и обсуждайте то, что вы увидели на первой карте, на второй карте, и то, что хотите увидеть в предстоящих матчах. И также не забывайте, что турнир ESL One Гамбург — это первое в истории киберспортивное событие, на котором вы можете выбрать самого ценного болельщика. Кто, по вашему мнению, достоин стать Most Valuable Fan, вы можете решить очень просто. Находите в описании нашей трансляции баннер со ссылкой на официальный сайт проекта. Заходите туда, смотрите работы финалистов, оценивайте их, и ближе к концу турнира ESL One Гамбург будут подведены итоги этого конкурса. Мнение экспертного жюри и результаты народного голосования по совокупности дадут нам имя победителя этого мероприятия. Мы уходим на паузу, впереди третья карта. Субтитры создавал DimaTorzok